Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на ютуб-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Срочная новость, которая называется «Ну что, этот день настал». Доллар за 200. Санкции американские уронили Мосбиржу фактически на пол, а вместе с ней и Сбербанк, и ВТБ, и промсвязь. В общем, все пошло вниз вместе с акциями крупнейших российских компаний. Что происходит с рублем? Что происходит с валютой? Можно ли будет купить этот доллар? К чем это обернется для России? Сейчас мы коротко попытаемся во всем этом разобраться с Игорем Липсисом, с ведущим российским экономистом, с одним из основателей Высшей школы экономики. Игорь Владимирович, здравствуйте! Добрый день, здравствуйте! Перед тем, как мы начнем, друзья, я вас призываю подписываться на все наши ютуб-площадки, на ютуб-канал Игоря Липсиса, на телеграм-канал «Экономист Игорь Липсис». Смотрите лекции Игоря Владимировича. Вот там как раз была речь о том, что доллар будет по 200. Поэтому обязательно, не стесняйтесь, смотрите как можно чаще. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев. Игорь Владимирович, действительно, американцы ввели санкции, мост биржа рухнула. Торговать долларами и евро теперь, я так понимаю, в России нельзя. Что происходит и как это все отразится вообще на курсе? Потому что уже многие и обменники, и банки дают курс по 200 продаж. Ну, смотрите, значит, в России, в общем, где-то с 92-го года начали строить рыночную экономику. Строили тяжко, строили больно, строили тяжело, с большими затратами. И, в общем, что-то сумели построить, в том числе какие-то институты, механизмы рынка, в том числе вот рынок валюты, которого в СССР не было. Это было достижение, мы этим гордились. И люди, которые к этому были причастны, очень сейчас горюют, потому что все их труды пошли прахом. Но действительно была создана такая понятная прозрачная система рыночного формирования курса. Люди обсуждали, какие факторы влияют на курс. Там приток валюты по экспортам, отток валюты по импорту. Все было понятно. Сейчас это все рушится. То есть угроза такая была понятна давно. Нельзя сказать, что это вдруг ясно в небо гром прогремел. Все понимали, что это может произойти. Но этого не происходило. И это значит, что довольно долго американцы все-таки не хотели окончательно отрубать Россию от какого-то валютного рынка, потому что нужно было, видимо, все-таки какие-то процессы осуществлять, какие-то поставки оплачивать. И нужна была какая-то нормальная работающая система. Но все-таки обороты валюты с Россией нельзя было Россию вычленить из мировой экономики сразу. Но процесс вычленения идет давно. А здесь логика простая. Чем больше ты вырезаешь Россию из мировой экономики, тем легче вырезать дальше. Ну, потому что ты теряешь относительно все меньше и меньше. Поэтому вот пришло время наложить санкции уже на эту систему валютной торговли. И это, конечно, означает, что какой нормальный механизм курса образования в России разрушен. Теперь будет какая-то странная система вне биржевой торговли. То есть будут банки торговать между собой. Вот у меня есть евро на каких-то счетах, а у меня есть доллар. Давай попробуем как-то поменяться. Будут возникать какие-то курсы. Дальше Центробанк будет эту статистику собирать, пытаться как-то пересчитать. Но реально, конечно, картина будет совсем иной. Реально все будет очень просто. Будет торговаться юань. Будет формироваться курс юаня к рублю. Дальше будут смотреть, какие на мировом рынке курсы юаня к доллару и к евро. Исходя из этого, определять курсы рубля к доллару и евро на российском рынке. Исходя из этих цен, экспортеры будут пересчитывать выручку рубли и платить налоги в Минфин. Вот картина такая. Ну, хорошо. Если вот совсем просто пояснить, потому что уже курс по 200. Стресс большой для рынка. Чего ожидать далее? Ну, успокоение. Сейчас, конечно, некоторая паника. И банки сейчас пытаются эту панику использовать и на этом хорошо заработать. И те, кто сейчас побегут в панике что-то делать, они, конечно, здорово проиграют. Банки понимают, что люди малограмотные, люди спуганы, люди реагируют на какие-то внешние раздражители. И сейчас несколько дней будет дикая паника на валютном рынке. И все будут пытаться либо продать, значит, свои валюты, чтобы уже с ней не иметь никакого дела, либо купить в расчете на то, что это будет такое неисчезающее золото. Вот, ну, примерно так. То есть сейчас будет некая такая паника, она сегодня, видимо, началась. И несколько дней она будет продолжаться. Потом, ну, как бы ситуация успокоится. Возникнет вот этот искусственный в ней боржевой курс. Ну, ничего страшного в этом для России поначалу не будет. Но, конечно, это усиление трудностей во внешней торговле. Это появление все большего числа таких левых, теневых, полукриминальных схем внешней торговли. Усиление контрабанды. Ну, и как бы еще больше разрушение такой более-менее цивилизованной экономики, которую в России пытались построить 30 лет. Ну, а теперь будет все больше походить на экономику Ирана, которая также отрезана от мирового валютного рынка. Значит, соответственно, будут какие-то теневые обороты, какие-то теневые рынки, какие-то теневые спекулянты, которые будут работать с валютой. Ну, вот возвращение в чем-то к Советскому Союзу будет происходить прямо на наших глазах. Игорь Владимирович, ну, вот вы долго говорили, целенаправленно, мы с вами это обсуждали, 200. Курс будет 200. Вы единственное, кто это говорил, и вы угадали. Не угадали, а правильно спрогнозировали. Вот так будет, точнее сказать. Сейчас, каков ваш прогноз? Если сейчас 200, что будет дальше? 400? Нет, он через некоторое время опустится, так сказать, ситуация успокоится. Но вот до какого уровня может опуститься рубль, вам не скажет никто, потому что у российских экономистов есть шутка о том, что у курса рубля не одна. И это, в общем, такая грустная шутка для России, но она реальная, потому что, в общем, никаких таких объективных факторов не существует, которые могли бы удержать рубль. Значит, все определяется притоком валюты, и насколько рубль может обесцениваться, трудно сказать. Сейчас рубль удерживался, например, тем, что происходило совершенно неприятное для России ситуация, сокращался импорт. То есть импорт меньше, соответственно, потребность в валюте меньше, ну и, соответственно, как бы вот это несколько стабилизировало курс рубля, он поэтому не падал так, как многие ожидали. Но ситуация, в основном, будет плохая, потому что, ну, соответственно, обесценение рубля выгодно государственному бюджету. И, может быть, россиянам от этого плохо, может быть, кому-то покупающим по импорту комплектующий плохо, а государственному бюджету хорошо. Чем рубль дешевле, тем больше получается рублевая масса за экспортную выручку, тем больше налогов будет собирать бюджет. Поэтому мои-то прогнозы были связаны как раз с тем, что для затыкания дыр надо будет искать какие-то способы, и надо будет либо сильно обесценивать рубль, либо, значит, проводить налоговую реформу. Ну вот, видите, пока они пошли первым путем, значит, они решили добыть деньги путем просто ужесточения налогового бремени для россиян. Мы дальше посмотрим, что произойдет. Потому что налоговая реформа, она результаты принесет, значит, частично в будущем году, она начнет с 1 января работать. Поэтому по налогу на прибыль, значит, рост поступления будет в будущем году. А вот эта прогрессивная шкала налогобложения граждан, она будет работать аж в 26-м году, потому что только в 26-м году люди начнут заполнять декларацию и просчитывать все свои заработки суммарно, чтобы понять, не вылетели ли они на прогрессивное налогобложение. Платить будут где-то в мае-июне 26-го года. Но вот если этих поступлений не хватит, то, конечно, останется последнее практически решение. Это вот как раз будет дальнейшее бесценение рубля. Но это будет вот в 26-м году. Но Россия же продолжает воевать, она же не останавливается. А денег нужно много. То есть вы и дальше не исключаете, что рубль все равно может достичь вновь отметки за 200? Да, все что угодно. Понимаете, еще раз повторяю, никаких объективных ограничителей курса не существует. Конечно, государство сейчас пытается как-то управлять курсом. Уже давно настоящего валютного рынка не было. Курс определялся решением Минфина и ЦБ, но была хотя бы иллюзия. Был некий привычный механизм котировки. Теперь этот механизм разрушен. И теперь будет, конечно, такая ситуация, что будут, ну как вам сказать, вытравлять валюты из внутреннего оборота. Собственно, банки российские уже давно начали этим заниматься. Многие из них начали вводить плату за то, что люди хранят валюту на счетах банков. Потом перестали открывать вообще валютные депозиты. То есть российские банки уже давно своим гражданам сказали свои евро и долларами к нам не подходите. И в этом случае российские граждане попадают в беду. Они теперь не могут хранить свои сбережения ничем, кроме обесценивающегося из-за инфляции рубля. Ну и могут попытаться, конечно, в юанях. Но юань тоже, знаете, валюта нестабильная. Она сейчас обесценивается. Сегодня как раз курс юаня, наоборот, на бирже упал. Очень сильно. Меньше 12-ти стал. Так что в этом смысле такая ненадежная валюта. И Китай заинтересован в обесценивании юаня. Так что в юанях хранить тоже довольно проблематично. А других валют теперь не наступно будет. И ситуация такова, что, в общем, теперь, что называется, на черный день и на старость накопить нельзя. Все, ты попал в ситуацию Советского Союза, где никаким образом свою старость обеспечить было нельзя. Вот эта история опять пришла. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Игорь Владимирович, я сейчас понимаю, что это очень сильно скажется на обычных россиянах. Вот по вашим словам. Правильно ли я понимаю, что действительно вложения, банковские вложения обыкновенных россиян, они очень сильно подорожают, что по большому-то счету нужно забирать эти деньги? Ну, пока это возможно, наверное, да. Но вопрос стоит в том, что удастся ли это сделать, или будут введены какие-то экстренные ограничения на операции с валютными средствами, их таморозят. Сейчас же все может быть, СССР может принять какие-то меры для гашения вот этой сегодняшней паники. Он может запретить какие-то операции с теми остатками валюты, которые есть на счетах. И дальше может быть все что угодно. Теперь вот то, что раньше считалось, ну что вы такие страсти рассказываете, что валютные счета будут выдавать только в рублях. Ну вот теперь эта опасность становится вполне реальной, это уже обсуждают люди с валютного рынка, что, видимо, придется переходить к этой системе. То есть у тебя есть какой-то счет в долларах, мы его не конфискуем, мы не замораживаем, но ты деньги получишь только в рублях по курсу, который установил Центробанк. Вот по этому курсу ты и получишь. То есть еще неизвестно, можно ли сейчас будет снять эту валюту. Еще раз, то, что у тебя есть деньги, это не значит, что твои доллары и евро лежат в банке, в сейфе, там прикопанные под камушком, чтобы ровненькие были. Они находятся на счетах корреспондентских в американских банках. Если теперь доступ закрыт, то ты эти деньги, в общем, реально получить не можешь. То есть это возникает ситуация, когда практически российская экономика отрезана от валюты, и, в общем, она должна будет пользоваться какими-то иными средствами. Идет обсуждение, что давайте будем внешнюю торговлю вести в рублях. Это любимая мечта Путина, если вы знаете, он всегда об этом сильно мечтал и отговорил. Ну да, конечно, конечно, да. Как у нас есть шутка. Человек увидел на обменнике надпись «Долларов нет» и сказал, ну, наконец-то, Америка крякнулась. Ну вот, это та самая история практически. Но с рублями плоховато получается. Мало кто готов торговать с Россией за рубли. В общем, какие-то очень совсем бедные страны Азии, очень немногие страны Африки, с Латинской Америки вообще почти ничего не получается. То есть, по-хорошему, крякнула Россия сегодня? Ну, в какой-то степени возникли очень большие трудности для внешней торговли. А это, конечно, такая непростая история. Теперь надо будет вызыскивать какие-то практически криминальные схемы, перегонки денег от экспорта, чтобы потом их так перегнать, где-то продать, превратить в рубли и заплатить налог. И в этом смысле, конечно, начинается такая неприятная история. И это, конечно, такая угроза для внешней торговли. Даже там, где нет санкций, торговать теперь будет сложнее, потому что будет сложнее купить валюту. То есть, ты не можешь прийти на биржу, где есть агрегированное предложение валюты. Ты теперь будешь бегать с высадатым языком по банкам и спрашивать, ребята, у вас есть случайно евро или есть случайно доллар? Мне надо заплатить поставщику долларами или евро. Если у вас есть, то дайте к ресторане, я, значит, с удовольствием куплю. Вот этого сейчас уже практически не получается, это уже не выходит. То есть, картина вот такая достаточно тяжелая. А если так, если они будут бегать по банкам, если они будут выпрашивать, искать деньги, то это скажется в любом случае на ценах. Если это ударит по экспорту, то это ударит и по ценам. То есть, инфляция станет еще больше. И те пустые полки, о которых мы тоже с Игорем Владимировичем говорили очень и очень часто толдычили всем бан. Вот это все произойдет. Верно я понимаю? Ну, движение в эту сторону, да, произойдет, потому что если сократится импорт, то вот эта огромная денежная масса, которая бегает по стране за товарами, она окажется перед еще меньшим предложением товаров. Я вот сегодня специально проверял, что у нас там происходит с денежной массой в России, как она растет. Ну, картина такая невеселая. С января 22-го года, когда Россия еще была не самой воюющей страной в мире, значит, денежная масса в России выросла, ну, существенно, примерно в полтора раза. Экономика выросла где-то там на 2-3 процента, а денежная масса на 50 процентов. Вы представляете, что это значит, что это настолько больше выпущено денег, чем выросла масса добавленной стоимости в экономике, что, конечно, это источник инфляции. Вот поделите полтора на 3, 0,3, 1, 0,3, и получите примерно инфляцию за 2,5 года. Вот это где-то больше 40 процентов получается за 2,5 года. Ну, в общем, в год. Это, конечно, такая нехорошая история, 20 процентов с лишним за год. Это, конечно, та история, которую мы реально наблюдаем. И люди будут за это платить большими деньгами. А вот, кстати, рост зарплат в России начинает тормозиться. Мы уже это видим. В гражданском секторе зарплаты перестали расти, а вот цены не успокаиваются. Ну, и сейчас, наверное, они вообще поползут вверх, эти цены. Ну, все может быть, особенно по импортным товарам. Но главное, что надо понимать, что делать не только в импортных товарах, а и в импортных компонентах для производства российской продукции. А у нас всюду это, в сельском хозяйстве есть, в фармацевтической промышленности, в машиностроении. Оборонки. Оборонки, святое дело. Как вы понимаете, они без этих компонентов ничего летающие, ползающие, убивающие делать не могут. Игорь Владимирович, крушение просто всего на свете падают акции абсолютно всех компаний, ключевых предприятий, от «Газпрома» и по цепочке вниз. Кто за это все будет платить? Эти дыры же нужно будет кому-то закрывать. Ну, как он говорит, платить будет население России, которое бодро поддержало войну, радуется войне. Вот оно и будет платить. Оно все время пыталось сделать вид, что у него все хорошо. Оптимизм по опросам зашкаливается. Говорит, ну как, хорошо, жизнь-то пошла-то. В общем, наконец-то президент занялся экономикой, экономика пошла вверх. Вот как мы хорошо зажили. Это абсолютный потрясающий оптимизм российских людей по опросам. Мы просто уражаемся. У них экономика под ногами разрушается. Они говорят, вот, наконец-то мы видим светлое будущее нашей экономики. У них там черный туннель, в который они падают, они видят светлое будущее. Ну, бог с ними. Значит, конечно, заплатят население. Как видите, как я и предсказывал, начали эту налоговую реформу. И еще многое не сделано. Еще кое-что прикопано у государства. У государства прикопано еще повышение НДС. Которая повысит цену на все товары. Они пока на это не решились. Но в будущем году я этого исключить не могу. И есть, конечно, повышение налога на недвижимость. Они уже сейчас, скажем, сделали первый шаг в эту сторону. Так что не надо говорить, что я что-то изобретаю. Посмотрите, они только что подняли налог при продаже недвижимости. Значит, раньше, если ты продал квартиру, у тебя не было льготы, потому что не прожил 5 лет, то ты платил по доходу и 13%. Теперь подняли до 15 уже. То есть начали, что называется, движение в эту сторону. Ну и, соответственно, очень возможно, что пойдет повышение ставки налога на недвижимость. А это платит каждый гражданин, кто приватизировал квартиру. Это все прикопанные еще как бы топоры, которые брушатся на голову российского населения по мере того, как будут кончаться деньги в государстве. Знаете, у меня один очень такой хороший приятель говорил следующим образом. Если попал в тоннель, главное не копай вниз, а ищи возможность выбраться. Но, вероятно, тут не ищут возможности выбраться, а копают все в одном направлении. Игорь Владимирович, последний вопрос на сегодня. Была такая ситуация в конце 80-х, в начале 90-х, не мне вам рассказывать, когда вся банковская система лопнула, у людей были сбережения, и этих сбережений в одночасье не стало. Ни у кого. Сейчас такая история может повториться? Ну, там ведь сбережения исчезли еще во времена СССР. Все сваливают это на Гайдар, это не совсем правда. Деньги отняло советское правительство, правительство Рыжково. Оно взяло и отняло все сбережения, которые были в Сбербанке, направило на окошение дефицита государственного бюджета. Так что деньги отняли у населения еще в Советском Союзе. Я думаю, что сейчас будет попытка сделать два шага. На это будет последний шаг, когда отниму сбережения. А сначала заставить людей так или иначе покупать облигации, потому что государство надо отдал же деньги, людей будут заставлять, а точнее банки заставлять покупать облигации. Люди же не очень понимают, что они когда отдают деньги в банке, они теряют контроль. Они отдали деньги, дальше им деньгами распоряжается банк. И банк можно заставить потратить все деньги населения на покупку облигаций Минфина. Формально у тебя будут деньги на счете, но только эти деньги будут реально привлечены в облигации, которые находятся на счете банка. Если Минфин перестанет по этим облигациям платить или начнет их замораживать, то твои деньги окажутся никуда негодными, невозможными для получения. Так и произошло в Советском Союзе, так и сейчас может произойти. То есть или условно вы сейчас бежите и забираете деньги из банков, или ваши деньги прикарманит Владимир Путин и его банк. Ну, просто с ответом, ты забрал, да, ты сделал, но получил ты некую сумму наличных денег. И то я не могу исключить, что они сейчас ведут ограничения на съем наличных, такое тоже, ты можешь сейчас в условиях паники сделать. Но дальше ты получил наличные, дальше у тебя инфляция, 20% в год, что остается от твоих денег? Да ничего. А ничего другого ты купить не можешь. Только побежишь к спекулянту, знакомому, и купишь наличную валюту, и будешь ее хранить под кроватью, в расчете на то, что когда-нибудь ее как никому не продашь. Ну, вот картина такая. Игорь Владимирович, ваш короткий прогноз. Вот рубль, инфляция, дальнейший курс, что будет на улице, потому что обменник – это не банк центральный, правда же? Ну, я ожидаю, что появятся теневые системы. Смотрите, россияне уже начинают досваивать теневые системы. В России, например, уже активно работают в системах овалов. Я не знаю, знаете, что это такое, наверное, знаете. Да, это перевод денег через знакомых людей из одной страны в другую. Россияне вдруг быстро эту ближневосточную модель освоили и вполне в нее вжились. Я думаю, что сейчас появятся опять такие же прикормленные валютчики, которые будут добывать тебе валюту, конечно, не по курсу. ЦБ, по-другому начнется формирование второго черного рынка валюты, появятся опять валютные спекулянты. Ну, вот это картина, которая вполне теперь реальна. Потому что люди теперь понимают, что никакого надежного способа хранения денег, никакой гарантии, что все успокоится и как-то проживем, нет. Значит, нужно искать альтернативных продавцов, которые тебе доберут, добудут валюту, доставят ее в контрабанды, и ты будешь ее покупать. Ну, дальше это может привести, как вы понимаете, к ужесточению валютного регулирования, законодательства. И опять появится статья за хранение наличной валюты. Ну, опять бэк то СССР. Друзья, на этой ноте мы окончим сегодня наш эфир. Спасибо большое, что все это время были с нами. Подписывайтесь на YouTube Дмитрия Гордона. Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. Подбежите, пожалуйста, на YouTube-канал Игоря Липсица и на Telegram-канал экономиста Игоря Липсица. Смотрите лекции Игоря Владимировича. Как видите, они не просто полезны, они и предсказывают ваше ближайшее будущее. Оставляйте как можно больше лайков, комментариев под наши беседы и кликайте на звоночек для получения дальнейших уведомлений о наших видео. Их будет больше, больше и больше, где нет дня. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Пока.